Ты должен был через меня сыграть, Дима. Ну ладно. Смотри, видишь, некоторые утеплились с помощью шапочек. Это Олег Шапов. Честно, заулыбался, значит, будет удача. Вот смотри, те, кто играл, интересный момент, с Тамбовым на кубок, ушли на другое поле и тренируются по своей программе. Обрати внимание на тренера итальянского, который замотался шарфом. Маму уже холодно, что же будет через вами? Прикол был бы, если бы был бы... Ну что, начинаем наше очередное шоу под названием «Открытая тренировка Зенита». Сейчас идем на базу. Впереди матч чемпионата России Сан-Жи, позади. Яркая победа Кубки России над клубом Тамбов 5-0. Приготовь удостоверение, чтобы тебя пустили на базу, потому что у меня оно на груди. Да и надо было там перед входом сказать... Не забуду мать родной подбольник-клуб Зенитов. Ладно. Сейчас пойдем уже. Да, что-то сегодня дождливо на базе Зенита и никого не видно, кроме супруги Ивана Новосельцева, которая здесь выгуливала собачку. Еще минут 10 надо. Сейчас, правда, очень напряженный календарь и на тренировочную работу значительно меньше времени, чем когда-то, когда команды тренировались целыми неделями. Но для футболистов это лучше. Они говорят, что любят больше играть, чем тренироваться. Ты должен был через меня сыграть, Дима. Ну ладно. Если бы Зенит играл, например, против Реала Мадрида, они бы стали сильнее? Учитывая то, что ты играешь против сильнее. Конечно, конечно. А почему такой опыт не практикуется? Практикуется в Еврокубках. Поэтому и говорят, что у нас чемпионат России пока слабоват. Когда играем в Еврокубках, не можем противостоять сильнейшим клубам мира. Киржакова почему не практикует сейчас? Вопрос хороший. Вчера тоже не вышел. Это был удар, конечно, по самолюбию. Смотри, видишь, некоторые утеплились с помощью шапочка. Талек Шапов рядом с нами. А в Бразилии Джулиано даже пьет чай на ходу. Вот видишь, как он достиг уже какого звездного статуса, что выходит на тренировку со стаканом горячительного напитка. Ах, вратарь идет к нам. Здравствуйте. Вышел Миша Киржаков. Он, кстати, играл за нжи. Спросил я его, чего ждать можно от этой команды под руководством нового тренера, кстати, бывшего тренера сборной Чехии. Он сказал, что будет агрессивная игра при своих болельщиках, прессинг. Объяснил, почему сейчас «Зенит» очень успешно играет, потому что уже немножко адаптировалась команда к требованиям Луческу и лучше понимает футбол, который он хочет видеть. Этим обусловлены победы. Мистер сказал, что завтра, как следует, еще в субботу изучит предстоящего соперника по чемпионату. Анжи будет иметь лучшее представление о нем. Но я думаю, в принципе, он и так понимает, что за команда. Он сказал, что каждый раз перед матчем он решает проблему, кого ставить на ворота. Это вот интересная ситуация. Михаила Киржакова или Юрия Ладыгина. Это прям бывает, вот практикуется такое в хоккее. И то там стараются делать ставку на одного вратаря. А в «Зените» сейчас действительно не предсказать, кто будет в рамке. Ну, спросили его про Ломберца, не ждать ли того, что он покинет «Зенит». Он сказал, что Ломберц просто позже присоединился к команде, начал играть. В принципе, он игрок хорошего уровня. И сказал, что у него вовсе нет двух составов, как кажется. Ротацию он проводит и замены для того, чтобы все были в хорошей форме и имели игровую практику. На Васильцев он получил какое-то повреждение на тренировке? Да. Ты спрашивал про вратарей. Такое вот вчера мнение услышал, Юрию Ладыгину нужно поменьше, что ли, красоваться, играть на публику после разных удачных сейвов, победных матчей. Может быть, поменьше какого-то самолюбования в социальных сетях и так далее, чтобы чуть-чуть больше привести себя в норму, посерьезнее быть, собраться и не выплескивать себя энергию понапрасну, а сосредоточиться больше на футболе. И вот говорят вчера, даже после того, как он отразил удар с 11-метровой отметки, он как бы очень так сдержанно праздновал этот успех, стал, может быть, более, что ли, сосредоточен и скромен в этом плане. А про Михаила Киржакова ряд специалистов говорят, что ему, может, не хватает какой-то техники вратарской пластики, всегда он как-то выглядит несколько зажатым. Еще момент. Не ездили Олег Шатов и Артем Дзюба, как известно, играть в Лигу Европы с Макаби. Говорили, что это может быть связано с травмами или с какими-то повреждениями. Однако, вот как я услышал, тут сыграл дисциплинарный момент. Что-то Дзюба и Шатов не так сделали, что-то не так скали, не так себя повели. И участку как бы дал понять, что может обойтись вполне без них. Играли против Макаби без шатовой Дзюбы. Ну, включил какой-то вот такой режим наказания. Ну что, заканчиваем репортаж с этой дождливой тренировки «Зенита». Покидаем территорию базы. Желаем «Зениту» победы в предстоящем матче Чемпионата России. Санжи, подписывайтесь на наш канал, смотрите наш блог на сайте спортсдели.ру, чтобы быть в курсе жизни «Зенита». Спасибо. Все уже давно работают с мячом, а вот эта группа в полосатых купальниках все бегает, как будто в наказание. Хотя, казалось бы, они вчера играли матч Кубка России. Может быть, для них утешение в том, что самый первый бежит тренер Сергей Семак, который еще недавно играл в футбол. И он им, чтобы им не так было обидно бегать самим, он их как бы вдохновляет. У вас есть тормозные колодки? Резина. Чехлы. Будут долго ходить. На три сезона хватит. Идеально подойдут. Быстро. Катично. И недорого. Любые запчасти на любую иномарку. Жукова 21 и Северный 7.